Здравствуйте, товарищи! И в первую очередь здравствуйте, товарищи-крановщики, наверное, и особенно крановщики Казани, которые в настоящий момент ведут борьбу за свои интересы. Мы собрались сегодня для того, чтобы поговорить о вашей борьбе, сегодня в беседе будут участвовать представители Фонда Рабочей Академии и Рабочей Партии России Татьяна Алексеевна Тимошенко, Иван Михайлович Герасимов, вице-президент Фонда Рабочей Академии, я, Сергей Тюленев, руководитель видеоканала Фонда Рабочей Академии, и Николай Георгиевич Фурсан, машинист ленинградского метрополитена имени Ленина. И мы собрались для того, чтобы обсудить коллективные действия крановщиков Казани. У них сложилась такая ситуация, им для того, чтобы заработать их зарплату в 60 тысяч рублей, приходится работать 300 часов в месяц, как они сами говорят. Это 70 часов в неделю. Таким образом, это переработки 30 часов. Это явные нарушения Трудового кодекса. При этом сверхурочные, как они утверждают, не оплачиваются в соответствии с Трудовым кодексом. В повышенном размере оплата идет зарплаты по серым схемам, по черным схемам. Соответственно, они говорят, что это влияет на их пенсии. Когда они выходят на пенсию, они получают 15 тысяч, кто-то и меньше. Дальше они жалуются, что очень много неквалифицированного персонала. Вот сами крановщики, их работа напрямую связана с работой стропольщиков. А эти стропольщики очень часто нанимаются неквалифицированные. Они часто с купленными удостоверениями. Не всегда знают русский язык. И, соответственно, от этого очень сильно страдает техника безопасности. А стройка – это очень опасное место работы. Вся ответственность при этом лежит на крановщике. То есть он ответственен. Главное ответственность, наверное, получается в этой команде, как я понимаю. И вот, таким образом, одно из требований крановщиков в этой забастовке – это соблюдение техники безопасности. Ну и они также требуют 8-часового рабочего дня и нормальной заработной платы. Они привлекали уже, пытались различными способами разрешить ситуацию. Привлекали трудовую инспекцию, обращались в прокуратуру, делали депутатские запросы, обращение в администрацию президента, премьера. Но, я так понимаю, никакого должного разрешения эти меры не дали. Также часто у них краны эксплуатируются при повышенном ветре, например, они постоянно на это жалуются. И 24 июля они начали коллективные действия, которые выражаются в том, что они остановили работу кранов. И это, естественно, влияет на работу всей стройки. Мы, думаю, можем попробовать проанализировать их борьбу и попробовать, может быть, оценить эффективность тех методов, которые они используют. И, может быть, дать какие-то дополнительные рекомендации от фонда рабочей академии. Ну, вот здесь, я думаю, что надо сказать, что вот мы здесь люди достаточно далекие от профессии крановщика собрались. Я тут, может, самый близкий, я умею работать с крановыми машинами, управляемыми спорами, имею удостоверение, ездим на автопогрузчике и электропогрузчике. А остальных, наверное, и такого чего-то нет. И, тем не менее, мы собрались здесь и обсуждаем борьбу крановщиков Казани. Теперь уже, похоже, и не только Казани. Потому что это довольно редкое в условиях нынешней России явление, когда рабочие поднялись на борьбу. И в этом очень большая заслуга крановщиков. И надо отдать должное их мужеству и пожирать успехов в их борьбе. Ну, а сказать, в общем-то, что здесь можно сказать? Общие соображения, касающиеся... Во-первых, конечно, это общие соображения, касающиеся всех работников России. Вот это, к сожалению, большая очень падкость на сверхурочные работы. И вроде бы как очевидно и дураку понятно, что если работать больше, чтобы лучше жить и больше зарабатывать, надо больше работать. Об этом не устает повторять начальство, об этом не устают повторять всякие прислуживающие начальству. И об этом зачастую говорят и многие рабочие. И говорят даже, что дайте нам заработать возможность. Дайте возможность заработать, дайте возможность заработать. Ну, и вроде бы еще раз было очевидно, что если больше работать, будешь больше зарабатывать. Но это, к сожалению, такая же очевидность. Вроде бы каждому дураку должна быть понятная, что Земля плоская, и что Солнце крутится вокруг Земли, и мы все это видим ежедневно. И сейчас вот Солнечко заходит, а то, что Земля круглая, и кто-то там с другой стороны кверх ногами ходит, ну, это, конечно, уже что-то такое. Признак для помещения в психушку, может быть, даже. То же самое абсолютно и с вот этими переработками сверхурочных. Вот здесь можно даже присмотреться к опыту стран, добывающих нефть. При того, чтобы больше зарабатывать на продаже нефти, они не увеличивают добычу нефти, они ее сокращают. И живут при этом не хуже, а лучше. И в частности, вот в 1973 году, люди старшего поколения, может, помнят это дело, был большой кризис на Западе, связанный с тем, что по политическим мотивам после арабо-израильской войны страны ОПЕК резко сократили добычу нефти, именно сократили. И нефть буквально за несколько недель взлетела, ну, раза в два, если не больше, во всех развитых странах США, в Европе. И, в общем-то, страны ОПЕК при этом не проиграли, они от этого только выиграли. И вот от сокращения добычи нефти их доходы растут, но и надо понимать, что точно так же доходы будут расти при сокращении рабочего дня. Потому что то, чего много, стоит дешево. И люди, которые много работают, они удешевляют труд и свой, и своих товарищей. И вот правером каждого культурного, сознательного рабочего должен быть отказ от сверхурочных. Полный отказ от сверхурочных, ну, конечно, за исключением каких-то стихийных бедствий и так далее, форс-мажорных обстоятельств. Потому что сверхурочные, они разрушают рынок рабочей силы, снижают недопустимо заработную плату. В общем, по всем параметрам способствуют ухудшению поражения работников и рабочих в первую очередь. Вот это вот надо совершенно точно осознать. Ну, вот говорят, а вот мы детей не прокормим. Ну, здесь будут сложности, конечно же. Будет падение зарплаты, но надо понимать, что, в общем-то, во все времена рабочие бастовали на протяжении последних столетий. И когда рабочие бастуют целиком, им вообще ничего не платят. Это там и дети городают, и там черти что происходит. И это борьба рабочего краса, неотъемлемая часть. То есть, какое-то время надо, чтобы было похуже, потом обязательно будет получше. Потому что, если будет рабочая сира цениться, если рабочие заставят уважать свой труд, свою рабочую сиру, это, несомненно, отзовется поражительно. Увлечение сверхурочными еще никогда никому ничего хорошего не приносило. И это только лишь один аспект. А вообще говоря, что делают люди, которые перерабатывают? Они, в общем-то, отнимают от себя жизнь. Они не общаются с детьми. У них дети там тоже вырастают, бог знает кем. Они болеют. И, в общем-то, здесь даже затруднения можно испытать, сколько плюсов имеет сокращение рабочего дня. Это и по вредности, и по психическому состоянию, и по нервности, и по чему угодно. И по безопасности, ко всему прочему. Потому что работа, переработки, они способствуют невнимательности, несчастным случаям и так далее. Причем это все будут стараться спихнуть на рабочего, который там что-то неаккуратно сделал. Там и человека убил, или сам убился. А он, так сказать, не мог этой ошибки не допустить, потому что он в таком состоянии находился утомленным. И здесь ничего, так сказать, не сделаешь. Это вот первый момент. А вот вообще-то, я так понял, крановщики понимают, что не надо работать излишне сверхурочно. Они хотят сократить, они реально хотят себе 8-часового рабочего дня. Они об этом говорят. Но вот они говорят, что это тяжело реализовать, потому что те отдельные крановщики, которые начинают выступать, ну, скажем, отказываются от сверхурочных. Их просто угрожает им увольнением, или просто увольняют. Они им просто угрожают. Берут и увольняют. То есть, нужно, получается, чтобы реализовать это требование, нужно организоваться сразу большим количеством крановщиков и так надавить. Какие бы справедливые и обоснованные, и совершенно очевидные требования не выдвигал бы один человек, с одним человеком могут сделать все, что угодно. И как писарь Маркс, пока есть капиталистическая эксплуатация, будут присутствовать все остальные виды эксплуатации. И рабовладение в каких-то объемах существует при капитализме. Феодальная зависимость, когда там в грехах отрабатывают какие-то вещи и так далее. То есть, самые очевидные, самые грубые вещи будут иметь место, если против них будет выступать одиночка. Поэтому вот очень ценно, что крановщики Казани, пусть даже их там несколько десятков, они все-таки выступают консолидированно, с привлечением внимания прессы. И все-таки это не один, это не выступление одиночки. Хотя здесь, конечно, поражение крановщика, оно сложно. Он не входит, как я понимаю, в трудовой коллектив. Там настройки, там бригады, они работают, нанимаются совсем отдельно. Он людей там знает не очень хорошо. И это, конечно, вот оно нарагает очень... С одной стороны, кому-то может показаться, что я вот здесь ключевое звено в технологической цепочке, и я здесь могу на все повлиять. На самом-то деле, конечно, это иллюзорное такое представление. Повлиять может работодатель. И действительно, одного человека легким щерчком могут убрать, как один товарищ рассказывал, он оператор Станкаса ЧПУ. Что-то он там пробовал выступать. На следующий день приходит, пропуск на проходной не работает. Он там пошел выяснять в охрану, ему говорят, так а ты уволен? Он говорит, так а у меня же вещи это самое там лежат. Они говорят, вот там через дорогу киоск, иди купи пакетик полиэтиленовый, и мы тебе вещи вынесем. Мы вынесли ему вещи в пакетике, и он пошел к солнцем полимый. И тут в суд можно идти, в суд можно не идти. У меня, так сказать, есть опыт. Я судился, и в районном суде успешно. А в городском суде, несмотря на очевидность дела, меня уволили с такими грубыми нарушениями, что, скажем, свой приказ об увольнении я увидел только на третьем заседании суда. Всякий человек маромальский, знакомый с трудовым законодательством, сказал, что уже одно это, так сказать, достаточно для признания увольнения незаконным и так далее. Я там три месяца ходил на работу, выполнял обязанности, об этом были свидетельства. Но и, тем не менее, городской суд, 15 минут посовещавшись, он счет, что да, значит, есть резон в рассуждениях гражданина Герасимова. Но и ректор Политехнического института университета тоже, значит, он есть резон. Политехнический университет – автономное заведение. Если ректору неприятно работать с Герасимовым, ну, мы не можем его заставить, и все, так сказать. И дальше судиться мы не стали. Так что это вот показатель того, что, может быть, самые разнообразные могут быть решения у суда. И здесь, так сказать, на справедливость, на закон особенно уповать не стоит. Уповать надо на коллективные действия в первую очередь. И вот здесь ценно у крановщиков. Иван Михайлович, я слышал, крановщики говорили, казанские, что в Казани где-то 120-150 крановщиков в городе, я так понял, и из них бастует около 30-40. Это тоже немало. Но это надо понимать, что это вот около 30-25-30% строек, вот они задействованы в этом процессе. Это немало. Но, конечно, так сказать, остальные крановщики, все-таки вот у нас здесь нет задачи как-то попрекать, но, конечно, вообще такие вещи лучше бы готовить заранее. Вот если бы, скажем, была бы пресса, там с фондом рабочей академии связались бы, были бы материалы в газете. Эти газеты увидели бы на других стройках. И у нас в Казани есть товарищи очень хорошие. И, в общем-то, это мог бы быть другой эффект. Это вот так лезть в драку, не сильно подготовившись. Но это, в общем-то, хотя так лучше, чем никак, конечно. Это большое дело. И я думаю, что, как говорится, и разбитые армии хорошо учатся. Пока еще не разбиты, конечно, крановщики Казани. Но даже если, так сказать, они потерпят поражение, у них вот останется что-то в голове и у других останется. Это, я думаю, не только горечь поражения будет, но и у руки определенно извлеченные. И в следующий раз будет отработано это понадежнее. Я еще так понял, что большинство крановщиков работают в... Их работодатель – это не на самой стройке, а это какая-то организация, которая сдает в аренду краны застройщикам. Соответственно, вот, как вы думаете, как здесь... Вот, я так понимаю, борьбу лучше организовать не крановщикам отдельно, а какую-то вести общую борьбу с рабочими, другими рабочими стройки? Это, конечно, это обязательно. Но на стройке там вот своя специфика. Я вот просто слышал от людей, которые тоже на стройках работают, там нередко вот артели, рабочих из Средней Азии. Это достаточно замкнутые такие коллективы. И там, в общем-то, тяжело бывает объединиться. Но что касается аутсорсинга, ну, мне кажется, аутсорсинг, он сходит на нет. Но в аутсорсинге, в условиях аутсорсинга бороться тяжело. Бороться тяжело, но вот... Ну, вот можно все-таки. Можно, и надо привлекать внимание, и надо в том числе привлекать внимание к неэффективности, к экономической неэффективности аутсорсинга. Потому что вот на предприятии, где я сейчас работаю, там вот было большинство рабочих на производстве, была вот именно одна фирма их нанимала и предоставляла в распоряжение, что называется. Причем там работали в основном люди с Украины и Белоруссии. И, видимо, у этой фирмы были какие-то щупальца непосредственно в Украине и Белоруссии. И она-то оттуда, так сказать, людей сюда выцепляла. Ну, и там, значит, выяснилось, что этой фирме за отработанный месяц рабочего платили аж 120 тысяч. А рабочим она что-то платила от 40 до 60, я точно сейчас не могу сказать. Но это дело упразднили, потому что, ну, не потянуть. Это 60 тысяч фирм не платить, это с ума сойти. Поэтому вот аутсорсинг, он хорош, конечно, тем, что он затрудняет борьбу рабочих. Мне вот сразу сказали, что так этим рабочим с газетами своими не подходи, потому что они работают не у нас. Их в лучшем случае сразу же на другой объект пошлют, то есть увидят, что они чем-то там интересуются, а то и назад на Украину отправят. Это сразу, так сказать. То есть и на стройках подобной же ситуации? На стройках, ну, возможно, да. Но там я еще раз говорю, вот национальные диаспоры, они, так сказать, это отдельная статья. Иногда бывает, вот у меня тут один товарищ работает тоже, у них там в основном работают из Средней Азии рабочие. Вот, а он ему потом такое говорит, он случайно узнал, оказывается, они через диаспору, как-то там с хозяином договорились, они по 60 получают, а мы по 40. Так что тут, так сказать, свои канары, я говорю еще раз, это замкнутые такие достаточно сообщества зачастую, и здесь сложно бывает найти контакт и выйти на контакт. Ну, вот, еще вопрос по поводу профсоюзной работы. Вот в этой борьбе крановщикам, ну, очевидно, уже сейчас помогает профсоюзная организация. Я слышал, что ряд крановщиков казанских состоят в МПРА профсоюзе. Что вы, как вы оцениваете? Ну, состоять в профсоюзе лучше, чем не состоять. Вот, во-первых. Вот. МПРА, но у нас здесь определенная дискуссия по принципам профсоюзного строительства. В частности, вот, нас смущает этот так называемый органайзинговый принцип, когда приезжают организаторы со стороны, органайзеры, даже не организаторы, они себя называют органайзеры. Вот. Но этот вопрос, вот, кто-то этих людей содержит, они чего-то добиваются, какие у них задачи, вот, как понятие бюрократизма, да? В чем вот вообще, говоря, сущность бюрократизма в том, что у человека, который перестает быть рабочим и выполняет какие-то управленческие функции, у него появляются какие-то интересы, отличные от интересов рабочего класса. Не обязательно даже противопорожные, но просто отличные, просто в силу его экономического поражения. И вот, когда в профсоюзе ситуацию контролируют вот такие вот люди, которые где-то они зарплату получают, да? То есть кто-то, и они как бы не в парней, свободны в своих действиях, кто-то им платит зарплату, кто-то с них спрашивает какие-то показатели, какие показатели с них спрашивают. Это вот оно, конечно, снижает. С одной стороны, снижает эффективность профсоюзной работы, с другой стороны, оно порождает у работников несколько такие же девенческие настроения. Вот, скажем, еще в 90-х годах вот в одном храмовском профсоюзе, табор соцпроф такое. Ну, он сейчас остался, но он уже не тот, что тогда был. Мне вот сказали, что там так забастовка протекает. Расходитесь по домам и сидите у телефонов. Тогда мобильников не было. Когда вот вам позвонят из профсоюза и скажут, что вы выходили на работу, выходите на работу. А там профсоюз будет вести переговоры, вести борьбу. Ну, это вообще говоря, уйти с рабочего места и отдать все это на откуп профсоюзным функционерам. Но это лучшего способа раздражить этих функционеров нет. Потому что, конечно же, для работодателя, для него вот мечта, чтобы были какие-то специальные люди, переговаривались с ним, которые от рабочих несколько оторваны, которые отдельно получают зарплату. Ну, и тут широкое поле для заинтересовывания их и так далее. Конечно, здесь нельзя во всех кидаться огульными обвинениями. Но надо понимать, что поражение человека экономическое, оно диктует его действия во многом. И как писар Маркс неоднократно в разных предисловиях к капиталу, что я тут всякие вещи пишу про капиталистов, но они вот такие вещи не потому, что капиталисты какие-то там, как сейчас говорят, генетические уроды, а потому что вот у них такое поражение, и они вот вынуждены так себя вести, потому что у них такая вот функция в обществе. И поэтому здесь вот надо к этим вещам осторожно относиться. И, конечно, вот мы с 90-х годов еще и в профсоюзе докеров наши товарищи пытались эту линию провести, что, конечно, бы профсоюзных освобожденных работников быть не должно. Не надо, чтобы был председатель освобожденный, пусть будет три неосвобожденных сопредседателя. В конце концов, если где-то надо дежурить и так далее, пусть будет пять неосвобожденных сопредседателей, один сопредседатель один раз в неделю где-то там сидит в правкоме и дежурит. И ему за этот день платит профсоюз. А остальные дни, так сказать, он работает на рабочем месте и, соответственно, живет одними нуждами и одними проблемами с работниками. Вот это вот наша, так сказать, главная стратегма. Когда сбоку органайзера организуют, это вот... Ну, с другой стороны, конечно, можно говорить, что Фрунзе, Михаил Васильевич в Иванове, организуя известную стачку и в том числе участвовал в организации Совета Ивановского, он был на содержании ОРСДРП и получал в содержании 12 рублей в месяц. Ну и плюс ему билеты опрачивали. Он, так сказать, немного, конечно, было меньше заработной платы рабочего, но, тем не менее, как-то жить ему позволялось на эти деньги. И он вот этим занимался профессионально, но это все-таки было несколько иное. Тогда и само даже нелегальное положение партии, оно не позволяло совмещать вот это, и нелегальное поражение самого Фрунза не позволяло. И потом тогдашний 11-часовой рабочий день, он к 10-11, и он тогда, конечно, недерах, он был несовместим с какой-то работой еще вот, скажем так, общественной работой по организации профсоюзного движения. Сейчас другие условия. Сейчас мы живем в условиях буржуазной демократии. И сейчас, в общем-то, задача людей вообще, которые смотрят дальше за горизонт удовлетворения сиюминутных каких-то экономических требований, а смотрят вообще по развитию рабочего движения дальше, конечно, надо думать не о том, чтобы были какие-то освобожденные выжаки профсоюзные, а о том, чтобы как можно больше рабочих втягивалось бы в профсоюзную борьбу и вероят у борьбу. То есть вот как лучше выстроить правонавщикам, в частности Казани, свою профсоюзную борьбу? Это допустимый вариант им вступать в профсоюз МПРА? Или, может быть, лучше создать какой-то свой профсоюз строителей? Войти в какие-то крупные профсоюзные объединения? Как это лучше сделать? Как вы думаете? Ну, в общем-то, вот я сейчас, у меня тоже ситуация такая, я вот в профсоюзе. Ну, раньше это был Рособоронпроф, теперь он с профсоюзом машиностроителей слился. И, в общем-то, у нас с профсоюзом ситуация очень гниростная, потому что пришли энергичные менеджеры, был один, теперь второй. Ну, и, в общем-то, если раньше профсоюзное руководство у нас на предприятии, скажем так, не очень активно защищало права работников, бронепроход относительно КОР договор, там все по согласованию с профсоюзом, ну, так они достаточно активно защищали, то теперь, вот из этих правкома, он и некоторые члены правкома, они открыто встали на сторону работодателя и очень активно продвигают идеи работодателя и откровенно, в общем-то, говорят, что вот как работодатель решит, так и будет, мы должны ему помогать и так далее. То есть, это вот вроде гнить такая стопроцентная. Но, с другой стороны, я вот являюсь профгруппоргом отдела и имею влияние, и могу ходить, встречаться с людьми, говорить, и газеты наши давать, и мы создали проект коллективного договора. А вот что создавать профсоюз? Ну, у нас проблема еще какая. У нас вот этот профсоюз, классический, скажем так, старый, он объединяет довольно много людей, сейчас меньше половины работников, ну, там все, больше сотни человек состоит. Но там в основном люди в возрасте. Молодежь в профсоюзе не состоит. Молодежь достаточно радикально настроена, и мне так подбрасывали, что вот давайте, может быть, создадим свой профсоюз. Ну, вот это пока что мне это не очевидно, потому что профсоюз будет малочисленный. И, в общем-то, как тут решать? Все равно основной, да так, я сейчас имею выход на основную массу работников. И все равно, пока мы в этой основной массе работников мозги не развернем, у нас ничего не поручится. А как разворачивать эти мозги? Вот создавать марый энергичный профсоюз, так сказать, или все-таки вот работать в профсоюзе загнившим, и через него доводить идеи. Это вот непонятно. В принципе, там даже обсуждалась мысль, чтобы меня избрать на должность председателя правкома. Но вот директор новый, он очень энергично против этого выступил. И там это самое. И после этого там, значит... Но с другой стороны, вот, скажем, человек там энергично выступает вроде против меня на заседаниях правкома, там то еще. Я там подхожу к людям, вот газета новая появилась, газету дать, а вот другому там вот кордоговор, вот наш проект, ты читал? Да, читал, вот мне дали, так сказать, 5 правкома. Вроде так люди против меня выступают на этих, на заседаниях. А так вот работают. И это вот спасибо им большое. И как-то вот... И все равно, вот еще раз говорю, это как от головной боли. Вот у тебя голова болит, на один бок повернулся, на другой бок повернулся. Вот надо думать, как все-таки зацепить основную массу и что ей сказать. Для этого учиться надо, ко всему прочему. Вот пользуясь случаем здесь, крановщиков Казани и всех, в общем-то, кто нас слышит, приглашаю в Красный университет, который сейчас начнет занятия, сейчас там разгар записи, а занятия начнутся с начала октября месяца. И там, в общем-то, получите вы определенные теоретические знания. А кроме того, я посоветую зайти на канал фонда Рабочей Академии, и там вот сейчас выкрадывают все очень интересные лекции Михаила Васильевича Попова, прочитанные в университете, ну, в большом, скажем так, как у нас в Ленинграде называют большой университет. Сейчас университетов много напородилось. Ну, это вот старый Ленинградский государственный университет, РГУ, сейчас СПБГУ. Вот, это классический вот наш университет. И он там читает лекции, читарь, вернее, лекции по кордоговорам, по коллективным трудовым спорам. Вот, я думаю, может, в подписи к этому ролику надо будет дать цирку на плейлисты с этими лекциями. И это вот будет очень познавательно. Это вот большая очень тоже подготовка. То есть, надо учиться для того, чтобы влиять на людей. Надо знать, что им говорить. Надо самому иметь запас знаний большой. И тогда люди будут вас срушить и будут как-то воспринимать. Но это вот очень такое сейчас у работников, такое в головах зачастую творится, что это страшное дело. Но начинать надо с себя. Ну, и все-таки, как вот, можно дать какую-то, или со стороны вот так не дать рекомендацию? Ну, понимаешь. Как строить профсоюзную борьбу? Профсоюзную борьбу строить, можно сказать. То есть, вот создавайте профорганизацию, можно в рамках МПРА. Профсоюз – это не партия. Профсоюз – это не армия. Там нет единоначалия. Там в профсоюз вошли. Это значит, профсоюз… Вы как бы легализовались на профсоюзном поле. Профсоюз вам определенное прикрытие дает. А как организовывать? Вот, как я говорю, надо избрать сопредседателей профсоюза и туда избрать наиболее грамотных, наиболее ответственных, наиболее твердо проводящих линию людей. И вот, может быть, вот я вот не очень себе представляю, как здесь, как договор. Здесь, наверное, не покучатся, конечно, настройки на каждый отдельный. Но, с другой стороны, если вот действительно там товарищи работают от какой-то фирмы, то тогда это очень хорошо. Тогда крановщики, работающие от этой фирмы, могут такого договора заключить с руководством этой фирмы. Это вот сразу цена. 40 человек – это не мало. Если 40 человек вольются в профсоюз, имеющих опыт борьбы, которые уже биты были, может быть, даже и так, в этой борьбе, это вот они, у них это самое. Как говорится, вас на улице один раз побьют, вы быстренько на какое-нибудь дзюдо запишетесь. Вот здесь то же самое. Я так понял, у них уже человек 30, нет, 40-50 вступило в МПРА. Вот, очень хорошо. Это уже хорошее ядро. Очень хорошее. Надо создавать ядро. Главное – не расслабляться и самим работать в профессионализе. Да, самим надо брать на себя. Не давать наоборот какому-то руководителю. Да. Надо, так сказать, с благодарностью, если есть действенная помощь от органайзеров, надо ее принимать. Если они там чему-то полезному научат и так далее. Но вообще говоря, надо главным образом порагаться на свои силы и создавать свое руководство профорганизацией. И надо вот все-таки… Вот это интересно, то, что Сергей Викторович сказал, я не знаю, откровенно говоря. Если они, если хромовщики работают в какой-то одной фирме, то надо, конечно, там ходить на кордоговор. Если там из 150-40 уже в Багбе находятся, это очень хороший процент, и это очень хороший шанс и с другими переговорить, и затащить в профсоюз, и заключить кордоговор. И тогда требования выдвигать не к строителям, не к строительному начальству, а к руководству своей фирмы. И пускай это руководство разруливает вопрос, если не хочет деньги тягать. Это вот очень хорошо, если это вот так. Чуть раньше к крановщикам Казани обращался Григорий Вячеславович Борбинов, который является председателем Инициативного комитета первичных профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов рабочих, фонда рабочей академии. Вот, наверное, можно предложить казанским крановщикам, да и всем, кто ведет активную борьбу за свои интересы, обращаться к Григорию Вячеславовичу Борбинову, который красный доктор, к председателю этого Инициативного комитета. И как вы думаете, чему мог бы послужить этот Инициативный комитет, в чем он мог бы помочь крановщикам, с кем связаться, с кем поговорить, какую информацию получить, на кого выйти, что организовать? Значит, ну, во-первых, Григорий Вячеславович Бобинов, я не буду скрывать, он член рабочей партии России, у нас имеется ряд печатных изданий, у нас имеется вот интернет-канары, и группы ВКонтакте достаточно влиятельные, которые, в общем-то, люди смотрят, и здесь можно помочь каким-то образом информационно. Значит, ну, группы ВКонтакте – это все-таки так, там смотрит не очень понятно кто, а вот, скажем, заметку в газету дать, чтобы эту газету почитали бы и их товарищи крановщики, и почитали бы, может, и другие строители, ко всему прочему, и газеты, это вполне возможно окажется и на столе там у городских властей, где все это изражить подробно. Это вот может быть такая форма. Потом, так сказать, вот этот комитет, который товарищ Бобинов изгравляет, ну, это вообще говоря такая организация, то есть это не профсоюз, а это вот комитет профсоюзных первичек, потому что профсоюзные первички, они бывают разные, иногда даже в достаточно жертвом профсоюзе могут появиться первичка достаточно, что называется, красная, активная. Вот, и товарищ Бобинов вот эти первички позволит объединить не в рамках профсоюза, а вот в рамках именно вот как объединить таких вот первичек. Это первички вообще из любых профсоюзов? Да, да. То есть, и потом вот... Или, а вот фабрично-заводских комитетов, то есть это... Ну, это пока нет у нас таких фабрично-заводских. Фабрично-заводские комитеты появились, это такое... Что такое фабрично-заводской комитет? Это, грубо говоря, стачком мирного времени, если можно так выразиться, стачком без стачки. На период стачки забасткомы имеют право, согласно действующему законодательству, но они, в общем-то, на виду с работодателем несут ответственность за ситуацию на предприятии. И они могут контролировать и запретить там увольнение, и вопросы приема на работу, и вопросы рабочего дня. То есть, во время забастовки парней можно работать. Докеры, скажем, они работали, они бастовали только лишь час в 8-часовую смену, и полтора часа в 12-часовую смену. Остальное время работали. А вот сколько им работать и сколько не работать, это решало забастку. Потом он несет ответственность за поддержание порядка на предприятии. И были созданы... Начали создаваться дружины. Пошли в милицию, значит, в милиции. Сказали, что дадут тренировочный зал, дадут там этих инструкторов по рукопашному бою. И очень, надо сказать, доброжерательно отнеслись. Та еще милиция была в пятом году, а не полиция. Но возможно, что и сейчас полиция нормально отнесется. Там-то были даже такие выражения, но, наконец-то, работяги и задеры взялись. И это все, так сказать... То есть, а что вот в обзавкоме в Петрограде в 2017 году? В забастовочном состоянии было предприятие. Но в обзавкоме, они существовали наряду с профсоюзами. Но они решали вопросы увольнения, приема на работу, заработные платы. Они контролировали отряды. Под их руководством были отряды рабочей милиции на предприятиях, которые были созданы для охраны предприятий, между прочим, и собственности, собственника. Потому что полиция была упразднена после февральских событий 2017 года. И потом эта рабочая милиция объединилась уже в Красную Гвардию на заключительном этапе. То есть, вот эти фабзавкомы, они большую работу проделывали, но сейчас время их еще не пришло. Так что, поэтому это здесь немножечко так захлестано. А вот первички профсоюзные, которые бодрые... Ну, здесь я бы хотел еще пригласить товарищей на Российский комитет рабочих, который будет, я вот сейчас загравал, у меня уже старая, где-то вот в субботу-воскресенье, в середине октября месяца. 19-го от 20-го, ну, где-то вот примерно там. Это можно посмотреть. И будут объявления у нас вывешены ближе туда. И вот будет газета «За рабочие дела» готовится, 213-й номер. И там будет это приглашение. Вот, кстати, газету «За рабочие дела» от наших товарищей казанских, вот могут товарищи получить. Там, в общем-то, будут материалы по казанским храновщикам в том числе. А если они хотят что-то еще свое добавить, могут, так сказать, товарищу Лещику, Валерию Евгеньевичу, главному редактору. Я думаю, если товарищи храновщики хороший материал туда дадут, то он какой-нибудь другой материал может выкинет, а их материал поставит в связи с актуальностью темы. Президент, по-моему, его должен называться, Федерации профсоюзов России, товарищ Ковалев Сергей Анатольевич, он озвучивал так, что если набирается достаточно крупная ячейка какого-то профсоюза, человек там в 50, наверное, то они могут вступить, так сказать, оказаться под крышей большого вот этой Федерации профсоюзов России. Такая красная, можно сказать, Федерация профсоюзов. Профсоюз авиадиспетчеров туда входит. Кто туда еще входит? Защита. Защита. То есть такие наиболее боевые, коммунистически настроенные профсоюзы. И вот, наверное, вот эта, скажем, ячейка МПРА, куда храновщики входят, наверное, могла бы как-то? Можно выйти на контакт по этому поводу? Чтобы понять, что такое Сергей Анатольевич Ковалев, я рекомендую посмотреть видеоинтервью с ним. Во-первых, видеоинтервью есть вот на канале Фонда Рабочей Академии, и есть еще канал такой у нас Рабочая ТВ Москва. Он менее раскручен, но вот и там вот именно товарищи с канала Рабочая ТВ Москва брали интервью Сергеем Анатольевичем Ковалевым. И кроме того, если вот на сайте Фонда Рабочей Академии есть газета «Народная правда» в PDF, вот там можно в последних номерах, ну, буквально вот в нескольких последних номерах есть интервью с ним в трех, и большие развернутые интервью о работе профсоюза авиадиспетчеров. Вот я рекомендую почитать, это вот действительно очень сильный профсоюз, вот профсоюз авиадиспетчеров, профсоюз докеров – это пожары наиболее сильные профсоюзы, не пожары, а наиболее сильные, наиболее дееспособные профсоюзы в России. И вот я рекомендую это почитать. С 89-го года этот профсоюз существует, он прошел через большие очень сложности. И я могу сказать, что вот в начале нулевых годов у авиадиспетчеров начали очень сильно гноить, у них зарплата с северными надбавками была 10-15 тысяч, ну, тогда это было больше, чем сейчас, но все равно. И, в общем-то, народ от авиадиспетчеров бежал, старые кадры дорабатывали, и стоял вопрос о том, чтобы передать контроль за русским небом американским фирмам. Вот впрямую так вот уже вопрос ставился. Но и тем не менее авиадиспетчеры своими энергичными действиями, им бастовать запрещено по закону, а не без формальных забастовок, но тем не менее реально проводя всякие действия, они развернули ситуацию, и сейчас там приличная зарплата, и люди держатся, и хорошие кордоговоры, пошла мародежь, и, в общем-то, там вот, это вот можно сказать, они решили не только задачу своего выживания личного, но и большую патриотическую задачу, по всему прочему. Так что это, вот я рекомендую к этому профсоюзу присмотреться, и профсоюзу диспетчеров, это очень серьезное явление. Ну и вообще мы предлагаем крановщикам Казани, и всем крановщикам, и всем строителям, и всем рабочим выходить на контакт с фондом Рабочая Академия. У нас есть специалисты с опытом участия в забастовочной борьбе, и вот победные забастовки докеров, о которых Иван Михайлович говорил, и в которых он принимал участие активно, и газету издавал. Можно обращаться к Михаилу Васильевичу Попову за консультациями, к Александру Владимировичу Золотову, так что и Бобинову Григорию Вячеславовичу. Так что выходите с нами на связь. Контакты мы можем дать под роликом. Я бы хотела обратиться к товарищам крановщикам и их семьям. Дело в том, что крановщики не просто так вступили на путь борьбы одними из самых первых. Быть первыми всегда очень трудно. Крановщики – это самые грамотные, самые квалифицированные рабочие. И именно такие рабочие всегда вступают на путь борьбы и ведут за собой всех остальных рабочих. Без изменения жизни промышленных рабочих невозможны изменения во всем обществе. Я бы хотела попросить семьи, товарищей крановщиков, поддержать своих мужей в этой нелегкой, можно сказать, трудной борьбе. Держитесь, мы с вами. Держитесь, товарищи крановщики. Ваши проблемы актуальны для любого рабочего в нашей стране. Мы, как рабочие, машинисты, испытываем такие же проблемы. Мы следим за вами и, по возможности, перенимаем ваш опыт. Боритесь и бойтесь. Товарищи рабочие, хочется сказать, что сейчас, вернувшись после забастовки на свои рабочие места, нужно все-таки объединяться с остальным своим коллективом, со всеми своими товарищами, которые работают на стройке. И только в такой вот объединенной борьбе можно собрать все силы для следующего шага по пунктам требования коллективного договора. Потому что одни крановщики, они немного разрознены, немного атомизированы на своих рабочих местах. И только при поддержке всего коллектива стройки можно будет осуществить следующий уверенный шаг. Держитесь, объединяйтесь, обращайтесь в фонд рабочей академии. Мы поможем вам в вашей борьбе. Я думаю, очень важно крановщикам в Казани, ну и всем строителям, и всем рабочим, изучить содержание коллективных договоров наиболее боевых профсоюзов рабочих. Таких как докеры, и вот авиадиспетчеры очень себе хорошие условия выбили борьбой. И вы просто загляните в их коллективные договоры, вы увидите, чего можно добиться борьбой, если организовывать ее грамотно. Вот фонд рабочей академии общается и участвует, и помогает, и организует иногда, помогает в организации таких победных забастовок. У нас есть опыт, поэтому обращайтесь, будем помогать вам в борьбе. Ну, держитесь, товарищи крановщики, успехов вам и побед. Мы смотрим на вас, и, глядя на вас, будем подниматься тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!